Сейчас, когда люди спрашивают меня, есть ли у меня братья или сёстры, я просто всегда говорю «нет». Но однажды был. Ненадолго. Томми был моим маленьким братом. Когда ему исполнилось три, мы уже были лучшими друзьями. Я помню, как мы привыкли просыпаться в пять утра по субботам, чтобы посмотреть мультики, и поднимали такую суету, что мама и папа выгоняли нас из дому. Тогда мы шли играть на наших качелях. Может, попрыгать по камнях в ручье или просто побегать. Но Томми заболел следующей осенью. Это не было смертельно, просто простуда, считали мы. Мои родители ничего не делали насчёт этого. Они просто полагали, что всё пройдёт своим путём. Бедный ребёнок высмаркивал пакет с половиной салфеток в день. Но это не помогло ему. Он чихал каждую минуту, размазывая повсюду сопли, и я бы не проводил много времени рядом с ним, если родители меня не заставляли. Так мы и оказались в гараже в тот день. Мы вышли, чтобы побегать, но из-за простуды Томми устал за несколько минут. Мы возвращались внутрь, когда он чихнул на меня. Назовите это его последней соломинкой. Вдруг он начал кричать о его простуде, и как ему надоело чихать на всё и на вся. Он снова чихнул на меня, и вот тогда он зеярился. На стене висели инструменты моего отца. Томми протянул руку и схватил молоток. Он ударил им себя по лицу четыре или пять раз. Удар! 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 Пока он не упал. Затем он снова ударил себя. И снова! И снова! Из-за шока я стоял, как вкопанный. Я не мог поверить в то, что только что произошло. Когда я вышел из транса, я пошёл, чтобы помочь Томми, но остановился, когда подошёл ближе к нему. Его нос был разбит. Вместе с зубами и верхней частью его лица. Его череп был полностью раскромсен. Но что-то двигалось там. Что-то проскользило под часть его разбитого черепа. И на секунду я подумал, что это что-то огромное и живое. И в некотором смысле так оно и было. Это был слезняк. Первый из немногих, которые жили в его носовой полости. Все они вырабатывали слизь. Это то, что заставило его так много мучаться. Что заставило его так много чихать. Из-за того, как это произошло, я думаю, что мои родители сказали всем, что Томми умер в результате несчастного случая. Мои друзья из школы не купились на это. Поэтому, когда они спросили меня, как Томми действительно умер, я сказал им то же самое, что и сказал копам. То дерьмо, что я только что рассказал вам. Но это не так, как Томми действительно умер. Видите ли, Томми не мог добраться до молотка папы. Но я... Я смог. Субтитры сделал DimaTorzok